Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы поговорим с вами о Евангелии Второго Воскресения после Пасхи. Сегодня читается Евангелие об апостоле Фоме. В русском народе, я не знаю, как в других национальных группах, есть представление о Фоме как о Фоме неверующем, о Фоме сомневающемся. И мы открываем Евангелие от Иоанна и читаем 65-е зачало, это 20-я глава Евангелия от Иоанна с 19 по 31 стих. Здесь сказано, в тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собрались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им «Мир вам!». Здесь описывается событие того самого воскресного дня, когда Христос воскрес. «Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои». Христос показывает, что Его воскресение было не призрачно, а истинно. «Ученики обрадовались, увидев Господа, Иисус же сказал им вторично «Мир вам!». Святитель Иоанн Златоуст, истолковывая эти слова «Мир вам!» в данном контексте, сообщает нам, что этими словами Христос провозглашает, что вражда рода человеческого с Богом прекращена. Оказывается, по Златоусту в результате грехопадения люди, весь род человеческий, оказался во враждебных отношениях с Богом. И видимым знаком этих враждебных отношений с Богом был херувим с огненным, обращающимся мечом, который был поставлен у ворот рая. Но когда Христос умирает на кресте, и воин наносит удар копьем под ребро, движение этого огненного меча останавливается, и смертью Христа, и чудом Его воскресения устанавливается мир между Богом и всем родом человеческим. Поэтому, в общем-то, как бы принятые в то время слова «Приветствия!» «Мир вам!» по-еврейски «Шалом Алейхем!» теперь звучат с новыми интонациями. Провозглашается евангельский мир между Богом Отцом и всем родом человеческим через страдания и воскресения Христа Иисуса. Как у апостола Павла и сказано, един ходатый и един посредник между Богом и человеками – человек Христос Иисус. «Иисус же сказал им вторично «Мир вам!» «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас», сказав это, дунул и говорит им «Примите Духа Святаго, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Если первое приветствие «Мир вам!» обращено к самим апостолам, то второе приветствие обращено к нам, которые уверовали через апостолов, ибо это второе приветствие «Мир вам!» предваряет призыв Христа «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас», сказав это, дунул и говорит им «Примите Духа Святаго, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». То есть с этого момента миссия церкви – это нести примирение людям, весть о примирении между человечеством и Богом Отцом в струях крови Сына Божия. И далее мы читаем Фомажи, один из двенадцати, называемый «Близнец», не был тут с ними, когда приходил Иисус. То есть в то первое воскресенье его не было с ними. Другие ученики сказали ему «Мы видели Господа», но он сказал им «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». То есть трудно, почти невозможно было поверить в это чудо Христового воскресения. И хотя Фома не мог не видеть радость на лицах других апостолов, но это тайна, чудо воскресения Христова. Это столь великая тайна, настолько непостижимая, что его рациональный рассудок не позволял ему принять эту тайну в сердце и согласиться с нею. Но Господь силен принять твои и мои сомнения. Точно так же, как он принял сомнения апостола Фомы и чудесным явлением ради него к апостолам рассеял все эти сомнения. И мы читаем «После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними». Вот это событие мы вспоминаем сейчас. Пришел Иисус, когда двери были заперты, то есть он проходит дверями затворенными. Первый раз он проходит дверями затворенными, когда рождается от Пресвятой Деви Марии, не повреждая ее девство. В день воскресенья он второй раз проходит дверями затворенными. Здесь третий раз ради сомнений апостола Фомы он проходит дверями затворенными. А ради наших сомнений, ради наших предубеждений и даже ради нашего скепсиса он силен пройти дверями в затворенные сердца наши и облистать наше сознание сиянием Божества. Как в Апокалипсисе мы читаем слова Христа «Се стою у двери и стучу». Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал «Мир вам!» Потом говорит Фоме «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои и не будь неверующим, но верующим». Христос знает твои сомнения, Он знает твои предубеждения и даже твой скепсис, и Он готов выйти тебе навстречу. Может быть, ты считаешь себя неверующим человеком, и ты случайно зашел на наш библейский портал и, как тебе кажется, случайно слушаешь и смотришь эту беседу. Но поверь мне, брат, ничего случайного в жизни не происходит. «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои и не будь неверующим, но верующим». Обратиться к Богу может и неверующий человек. И об этом говорится в Библии, когда однажды к Иисусу Христу пришел мужчина, который был таким неверующим, но у него была серьезная проблема, и никто, кроме Бога, не мог ее разрешить. И он воскликнул, «Господи, в неверии моем услышь меня». Когда Фома видит Господа, когда Фома понимает по словам Христа, что он пришел ради его одного, но это сокрушает его сомневающееся сердце. И мы читаем, Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой». Он произносит эти слова, «Элокейну», «Бог мой» и склоняется перед Иисусом. Далее мы читаем, Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня». То есть ты поверил, потому что я ответил на все твои сомнения, именно так, как ты просил об этом. И далее слова Христа обращены к нам, братья и сестры, которые не видели Христа по плоти. Христос говорит, блаженные, невидевшие и уверовавшие. Это мы с вами, братья и сестры, мы не видели Христа по плоти, и мы уверовали в Него. Почему? Не потому, что Он убедил нас каскадом чудес с неба, а потому, что мы возлюбили Христа, когда Святой Евангелие, эти глаголы вечной жизни проникли в наше сознание, в сердце наше вспыхнула любовь во Христа Спасителя нашего. И, как я часто говорю, лично вот в моей жизни для меня самое великое свидетельство о божестве Христа и Иисуса, и я думаю, что не только для меня, это Нагорная проповедь, когда читаешь эти три главы из Евангелия от Матфея, пятая, шестая, седьмая, совершенно очевидно, что это слова Бога. Итак, Христос говорит, блаженные, невидевшие и уверовавшие и далее много сотворил Иисус предучениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Действительно, невозможно описать все, что творил Иисус. Так, например, в 21 главе, 25 стих сказано, многое другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, самому миру не вместить бы написанных книг. И здесь, 30 стих 20 главы, много сотворил Иисус предучениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Ну, а для чего написана книга сия? Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его. Поистине, как сказано, вера от слышания, а слышание от слова Божия. И не только к Евангелию от Иоанна, но и ко всем четырем Евангелиям, и не только ко всем четырем Евангелиям, но и ко всем книгам Ветхого и Нового Завета могут быть приложимы слова. Сие же написано все это, вся Библия, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Как и сам Христос говорил, все Писание и закон и пророки свидетельствуют о нем, а Он есть жизнь вечная. И когда мы обращаемся к этой жизни вечной во Христе и со Христом, в этой временной жизни мы уже становимся причастниками жизни вечной, жизни незаходимого дня восьмого, который, начавшись в день нашего обращения к Богу, уже не кончается никогда. Субтитры и Субтитры Продолжение следует...